В этом году Северский район сравнительно плавно вошел в отопительный сезон, хотя остается ряд нерешенных проблем. Состояние тепловых сетей и теплотрасс обсудили первым вопросом на планерном совещании, прошедшем в администрации муниципалитета. Наличие теплоизоляции и своевременный ремонт порывов сетей – это не менее важный фактор нормального функционирования жилищно-коммунального комплекса, чем работа котельных. Заслушали доклады представителей теплоснабжающих предприятий Черноморского, Ильского и Северского поселений. Не менее важный вопрос сейчас – готовность поселений к расчистке дорог зимой. Когда жители района порадуют первый снежок – неизвестно, но главы должны быть готовы к зимним сюрпризам. В большинстве поселений имеется собственная спецтехника и заключены муниципальные контракты с предприятиями и индивидуальными предпринимателями для подстраховки, заготовленные противогололедные материалы и ручной инвентарь. О реализации на территории Северского района госпрограммы «Догазификация» рассказал директор филиала номер 12 АО «Газпром» газораспределения «Краснодар» Дмитрий Рудоманов. «На сегодняшний день у нас принято 2300 заявок от населения на программе дегазификации. Заключено договоров 1820. Из этих договоров на сегодняшний день у нас реализовано до границ земельного участка 720 объекта». Выполнено 55% от плана. И несмотря на то, что работа активизировалась, сохраняется определенное отставание главной проблемой. Дмитрий Рудоманов по-прежнему называет неудовлетворительную работу ряда подрядчиков. «В принципе, я думаю, что установленные сроки, поставленные перед нами государством, мы эту задачу выводим». Обсудили также и дополнительные меры пожарной безопасности. Прошедшее лето выдалось жарким, плюс отсутствие дождей привело к росту ландшафтных пожаров. Финалом сезона стал ноябрь, когда практически одновременно в нескольких поселениях возникли возгорания, самым крупным из которых стал пожар на закрытом полигоне ТБО станицы Северской. Анализ показал, что не все поселения готовы к тушению возгораний. «Основная проблема при ликвидации возгораний – это отсутствие подвоза воды. На должном уровне это организовано только в Афибском и Ильском поселениях, техника которых задействовалась при тушении даже в других поселениях. Емкостями с водой обеспечены Азовское, Северское и Черноморское поселения. Остальные поселения подвоз воды остаются под вопросом. Второй проблемой является отсутствие или неготовность личного состава добровольных пожарных дружин». Остаются вопросы в наличии первичных средств пожаротушения в поселениях. Главам рекомендовали принять дополнительные меры и при принятии бюджета на 2024 год выделить средства для приобретения специализированной техники для пожаротушения, баннеров, сообщающих о запрете разведения костров, незаконного вывоза мусора и въезда на закрытые полигоны ТБО, которые должны постоянно мониториться управлением по координации работы ЖКХ района.